Приветствую вас и, пожалуй, разобрать вашу проблему мощного и нужного в контексте нескольких направлений. Первое направление, оно касается непосредственно, конечно же, вашего отца, потому что в душе сидит обида у вас, причем я не говорю о том здесь, что вы отделены за болью, и что вы не уверены в себе, и что у вас не получается устроить отношения пока. С мужчинами. Об этом на данный момент я не говорю. То, что у вас сидит обида на отца, свидетельствует о непонимании его причин такого поведения. И вы знаете, если говорить о них, о причинах поведения, то я бы здесь сказал, что от обид нужно избавляться. То есть обиды у человека возникают тогда, и по большому счету только тогда, когда кто-то, ну в данном случае это вы, не понимает того, почему человек поступил определенным образом, почему ваш отец так себя, например, с вами вел, что заставляло его, так себя с вами вести, чем продиктованное его поведение такого типа. И вы смотрите на него с точки зрения, с позиции, вы смотрите на него с позиции ребенка, с позиции, собственно говоря, дочери. Причем дочери, надо сказать, не братской, а дочери обижены. И вот до тех пор, пока вы не подниметесь немножечко над уровнем восприятия своего отца именно как отца, а не посмотрите на него, как на человека, который, во-первых, страдал и страдает, наверное, алкогольной зависимостью, то есть вы все равно вы не проясняете, что у вас сейчас нет, и пока вы не поймете для себя причин поведения отца, пока вы не пропустите эти причины через себя, не увидите их, не прочувствуете их, пока вы не поймете, что ваш папа, каким бы плохим он вам не казался в определенный момент, чего бы вы от него не ждали, ваш папа человек, и как любой человек, он подвержен, он вклонен к тому, чтобы ошибаться. И то, чтобы ваш отец ошибся, вам и не дают понять обиды, то есть вы думаете, что поведение вашего отца завязано по сути на вас, то есть вы воспринимаете его поведение как оскорбление себе, оскорбление себя самой, а в действительности к вам, то, что происходило и может быть происходит у отца, отношение имеет весьма косвенно, но из-за того, что с детства у ребенка есть некая централизованность на себе, восприятие мира, это у вас осталось. И первое направление – это понимание мотивов, причин поведения вашего папы, то есть по сути взгляд на него как на человека, как на личный взгляд одного человека на другого человека, которых, противопрещения, связывают родственные узы. Это то, что вам нужно сделать вначале. То есть без этого все остальное, по сути, смысла не имеет. Еще раз. Обида – это непонимание причин поведения человека и обида – это, ну, в общем смысле. Обида – это затрагивание того, в чем вы себе не уверены. В вашем случае затрагивание произошло естественным путем, естественным образом, то есть в данном случае нельзя было обойтись никак без этого, то есть не могло не затронуть вас в такое отношение отца, конечно, к вам, но тем не менее. Далее. То, что вам, в принципе, уже сказали мои коллеги. Значит, вы вините во всем папу. Вы говорите, что он виноват, что из него у вас не складываются отношения. Как-то оно может быть и так. Направляв в том, что жить-то вам, и если вы хотите прожить свою жизнь святого, то необходимо, совершенно необходимо личностно развиваться и прорабатывать свою модель, во-первых, женского поведения, а во-вторых, вырабатывать свой идеал мужчинам. То есть формировать совокупность качеств в мужчине, которые являются для вас приемлемыми и правильными, но без потребностей в отце. То есть так, чтобы потребность в отце на вас не влияла. Совершенно очевидно, что в течение долгого времени вы не получали от отца того, что нужно вам для личностного роста. То есть чего-то папа вам не додал. Вот это, уверенность в себе, там, поддержку, значит, то, что вы пишете, да, в центре внимания быть и так далее, это вам нужно получать либо самой через личностный рост, то есть какой вы себя видите, какая вы идеальная, чего вам не хватает, к чему вам можно стремиться. Вот на эти вопросы нужно ответить и прорабатывать деятельность по достижению этих целей. Если с вами правильно эту деятельность проработать не можете, психолог вам поможет. Это то, что вам нужно тоже разбирать. То есть вот именно взаимодействие с мужчинами осуществляется только после того, как обиды на отца у вас пройдут. То есть поняв причину поведения вашего отца, вы вполне вероятно будете лучше понимать всех мужчин вообще. И отдавая себе отчет, в чем именно вы не уверены, вы сможете формировать для себя такие задачи, значимые для себя задачи, которые способны будут изменить ваш взгляд о себе, которые способны будут поменять ваше мнение о себе. Это то, что также необходимо сделать для вас. Дальше. По поводу того, что ваше общение с ним было без особой теплоты. Вы знаете, вам нужно сейчас с ним встретиться, если вы этого не сделали, и поговорить. Вот что он вам скажет, как будет строиться ваше общение. Знаете, вам нужно перестать воспринимать отца как того, как кого-то, кто вам чего-то не додал. И по вашему мнению, дать должен быть. Вообще-то говоря, не должен. Если не давал он вам, например, теплоты, не давал он вам общения, не давал он вам в своем присутствии. А он что-то не мог. И вот от этого, от вот этих вот ожиданий, от потребностей в том, что вам нужно от отца, нужно отказаться. Отказаться от позиции, что ваш отец должен был вам что-то дать. Может быть и должен был с вашей позиции, но не мог дать со своей. И это нужно принять. Принять, что он не мог. И вы не обделена от отцовской заботой, а вы получили ее ровно столько, сколько могли получить от вашего отца. Потому что у каждого человека ресурс ограничен. Он ограничен и у вашего папы. Что вам нужно, что вам можно сделать сейчас? Ну вот все те вопросы, все те моменты, всю ту неуверенность, которая у вас есть, просто прорабатывать с психологом. Вот это вот такая, знаете, методичная работа. То есть просто вот методичная работа по проработке различных моментов, различных нюансов, которые связаны именно вот с пониманием сильного пола и с вашей уверенностью в себе. И неуверенность в себе, кстати говоря, а не только из-за сил святства. Неуверенность в себе – это своего рода комплексы, искаженное представление о себе, искаженное представление о соотношении себя и мире. Окружающие, если я имею ввиду. И, собственно говоря, это искаженное представление у вас сформировалось. Понятие искаженное неправильно, ну и, соответственно, неверные линии поведения. Соответственно, те понятия, которые вам вредят и которые доставляют вам негатив, нужно изменять, убирать. Ну, я бы даже сказал «трансформировать». Это, наверное, самое правильное здесь слово. И вот, либо, либо вы ищете себе такого, знаете, либо мужчину, которому вы могли обсуждать все самые такие моменты, да, то есть своего рода наставника, который бы вас научил, который бы дал бы вам вот это вот обслуживание. То есть кто-то, кто... Кто-то... 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 Кто дал бы вам дольше его нехватравить. Кто-то, кто... Кто-то, кто... Кто-то, кто... Ам... ...заменил бы вам отца, стал бы источником именно заботы и того, кто вам не хватает. При этом не стоит это путать с добральностью в мужчине Вот вы говорите, что не потому, что вы боитесь остаться одна, вы плачете А потому, что просто не понимаете, что сделать, чтобы решить эту проблему Проблема к чего? Проблема уверенности в себе? Давай подумаем В чем вы в себе не уверены? Вот в каких моментах вы в себе не уверены и почему? Прямо вот вы пишите себе свои недостатки, свои минусы И подумайте о них с такого ракурса Вот есть те минусы, которые делают вас уникальным, делают вас индивидуальным, собой А есть те минусы, которые действительно вам вредят Которые можно и нуль не купить Ну а далее вопрос только правильного цели образования Если вы этот вопрос решаете, то проблем никаких нет И дело здесь не в отце, а в вас И как правильно сказали мои коллеги Что вы чересчур завышаете роль отца в своей жизни Вы женщина И Отманной вам дали Это модель женского поведения Отец повлиял на неуверенность в себе Да Но вряд ли он эту неуверенность в себе У вас Зародил Скорее всего она была Она сформировалась не только из-за Того, что отец отсутствовал Много было факторов И немаловажный фактор заключался в том, что Скорее всего ваши родители ругались Скорее всего ваша мама Ну вот вы сказали, что она из кожи его легла Чтобы вы ни в чем не нуждали Значит у вас возможно есть Чувство вины Перед ней Перед своей мамой Чувство ответственности за нее И вот это вот тоже все порождает неуверенность в себе Так что дело здесь не только в отце В принципе направление вашей позиции Направление вашей работы я вам дам Это действительно работа Это действительно последовательное Так сказать Изучение Последовательная Проработка Обид Неуверенность в себе Стимулирование И контролирование Личневного роста И разбор всех всех проблем и вопросов Которые вас интересуют Но через проработку обид к отцу Вы заложите фундамент По моему мнению В понимании мужчин вообще А пока у вас обиды на отца Ну откуда вы можете понимать мужчин Если вы не понимаете своего папу Вы обижаетесь на него Значит вы его не понимаете Откуда вам можно понять и других мужчин На этом все Надеюсь что помог вам Если какие-то вопросы остались Обращайтесь в личку Помогу Если вам понравился мой ответ Буду благодарен Если сделаете его лучшим Желаю вам всего самого доброго И удачи